Привет всем! Сегодня мы будем говорить о Мия-Джиме. Тут такой маленький дождик моросит, но не смотря на такую погоду людей здесь много. Это место входит в тройку самых посещаемых мест Японии, как World Heritage. Поэтому будем изучать, открывать Мия-Джима. Видите, несмотря на то, что дождь, но людей здесь, кафешка, туристов тоже встречал немало, иностранцев. К сожалению, сам вот такой вот, как говорится, визитная карточка Мия-Джиме находится сейчас в конструкции. В реконструкции я вам немножко позже покажу. Поэтому показываю вам такой вот только макет, как он выглядит. Ну вот мы видим, по сути, здесь сколько людей. Все идут посещать цветные места. Тут идет традиционная одежда японской. Вот как мы видим. Вот так вот все вам помогали ручкой. Ну и конечно же красота здесь просто неимоверная. Японцы, когда приезжают на Мия-Джима, они посещают вот этот вот храм. Вот видите, какая очередь выстроилась. Ну, сегодня мы не пойдем в этот храм. Сегодня мы пойдем в аквариум. Мы сегодня пойдем в аквариум. И нам нужно идти вот, прямо вот сюда. Говорят, что если мужчина и женщина, которые любят друг друга, побывают в этом храме, то они будут вместе навсегда. Так что, ребята, берите это на заметку. Сейчас, как мы видим, это время отлива. Люди могут свободно здесь находиться. Вот. Но буквально через несколько часов вода обратно начнет приходить. И сюда уже будет сложно зайти пешком. По дороге в аквариум мы решили попробовать стрит-фуд. Такой рис, вернутый мясом. В принципе, неплохо. Очень вкусно. Если будете посещать Мия-Джима, попробуйте. Утолит ваш голод. Называется, как-то раз мы решили с детьми выбраться аквариум для Мия-Джима. Слава собой. И вот что с этого получилось. Вот так мы бегаем за рыбками. Ну, рыбку так и не получилось поймать. Но побегать получилось. Не получилось. Я не могу убить. Я не могу убить. Вот такие вот жители местной флоры и фауны. Наконец-то мы ее живую видим. Вот такой вот колясочкой вы можете прокатиться по городу, если хотите. Буквально за несколько иен они вас отвезут, куда вы хотите. На моей стене такое вот настроение, называется Доди Нотто. Вы видите, тут есть 5 ярусов, каждый из них означает земля, вода, огонь, ветер, что еще, небо, то есть соответственно с буддийской теорией оно символизирует космос. Доди Нотто. Вот такая вот. Открой там. Вот такой вот. Будь бедная. Как это называется? Сен-Джо-Каку. Мы сейчас находимся в нереально старом здании, если посмотреть на крышу. Сколько ему лет? В общем так много, что мы даже не знаем сколько. Тут разные такие ложки. Ложка – это как символ Мияжимы. К ним же относятся эти вот олени по-нашему. Тоже как символ Мияжимы. Отсюда открывается, конечно, очень красивый вид на залив. Такие вот лодочки традиционные японские. Надеюсь, вам получается прикоснуться истории Японии через это видео. Так вот крыша выглядит здесь. Строили это здание в 1587 году для Тойотомики Дейоши. Как символ того, чтобы он счастливо жил на небесах. Сейчас это место самое посещаемое. Здесь Херошимы. Сейчас после обеда погода резко изменилась, как мы видим. Дождь уже прошел и вышло солнышко. На accuracyе сильно поднялось еще выше. Блин какая красота. Такая вот мини-джима. Теста! Решил попробовать пирожки с устрицами. Очень интересный вкус, обычно в первый раз. Вот такие вот корабли курсируют между Миаджимой и Семьеймой, островом Киросима находится. Тайра и ее море окончательно устроили все достопримечательности Миаджимой, которые сохранились до наших дней. Так вот дружелюбно с нами прощается Миаджима. Вот такие вот местные море, которые много себя посвятил непосредственно. Надеюсь вам понравилось это видео. Желаю, чтобы у вас тоже было такое же настроение, как сейчас здесь. Очень так свежо, светло, ярко, вот. Хорошего дня и и удачи! Еще увидимся!